Привет! Сегодня у нас один из самых популярных стабилизаторов от бренда Zhiyun или на китайском, как прочитал я в гугл переводчике, Zhiyun электронный стабилизатор, который подходит для экшн-камеры и для смартфона Мы его сегодня протестируем, мы его проверим Огромная благодарность Вадиму, который предоставил его для обзора Стандартная версия это сам стабилизатор, штатив и кабель для зарядки Цена такого комплекта на момент обзора с учетом скидок можно даже купить за 95 долларов Он приходит вот в такой вот упаковке, а внутри находится уже из классного материала Это своего рода такой жесткий пенопласт, который позволяет на долгие годы сохранить ваш стабилизатор Он даже не гнется, очень крепкий и хорошо защищенный Хотя здесь собственно и ломаться-то нечему, здесь все выполнено действительно качественно Очень классный стабилизатор по доступной цене Этот стабилизатор трехосевой, у него здесь находится мотор, здесь и здесь Верхняя часть сейчас зафиксирована, за эту фиксацию отвечает этот замок Открыли, закрыли Если она закрыта, то верхняя часть, кроме как на этом двигателе, не вращается Отстегнули и тогда он уже переходит вот в такой вот режим управления Поддерживает стабилизацию и конечно же в уличных условиях, в другой геолокации мы проведем тесты И бег, и езда на велосипеде, и съемка панорамы, и другие функции, которыми обладает Сейчас мы посмотрим просто его визуальный вид Есть два цвета, черный и белый, конечно же черный лучше, потому что белый очень маркий Поверхность рукоятки выполнена из хорошего пластика И обратите внимание, она будто бы крапленая, как будто вскрыта недавно была водой и слегка подсохла Здесь находится логотип и вставки из серого пластика На днище находится резьба 1.4, для того, чтобы можно было прикрутить его к штативу с этой стороны И он будет уже самостоятельно устойчив на поверхности Элементы управления находятся на лицевой части Первым делом это кнопка включения Немного ниже находится 4 светодиода Благодаря которым можно определить, что у вас разряжен или заряжен Сколько емкости и должно заряда на 2000 мА встроенного аккумулятора хватать на 12 часов Приблизительно В инструкции указано, что от него можно заряжать мобильное устройство Поэтому если заряжать будете от него, то конечно будет и расходоваться встроенный аккумулятор гораздо быстрее Над кнопкой питания находится режим L и PF Это два режима, которые я вам покажу в тестах на улице Кнопка с красной серединой это кнопка записи для включения на вашем смартфоне записи видео Справа от нее находится кнопка спуска для фотографий Здесь кнопка, чтобы включить режим фокусировки автофокуса И управлять уже ручным режимом с помощью этого бесконечного вращающегося ролика Который вы можете настраивать под себя Без разницы в каком он положении был Как только вы начинаете за часовой или против, он начинает управляться Если же вы его отключаете, этот джойстик выполняет функцию зума И я вам покажу, как это работает Над джойстиком находится меню Вызывает в вашем смартфоне меню и управление, настройки и многое другое Кнопка дисплей убирает информацию на дисплее нужную Которая будет подсвечивать множество разных дополнительных функций Или же очистить от лишних значков, чтобы была доступна вся информация, что вы снимаете в кадре Теперь джойстик Это и джойстик, это же и колесико для перехода в меню по пунктам На самом деле он не управляет вашим стедикамом Почему? Потому что вы привыкли, возможно, на других моделях, если с какими-то были знакомы Что управляет джойстиком Например, нажали влево, он поворачивается влево Нажали вправо, он поворачивается вправо Нажали вверх, он повернулся вверх Здесь такого нет То есть вы это делаете с помощью руки Вращаете влево-вправо В общем, на улице это вы увидите Его основная функция, как у фотоаппаратов То есть вы можете зайти в меню и по меню листать влево-вправо Подтвердить Также у него есть нажатие влево-вправо, вверх-вниз И здесь указано, что это Переключить камеру с задней на переднюю или наоборот Зайти в галерею, отрегулировать яркость и отрегулировать резкость На обратной стороне есть качелька С помощью которой вы можете переключать в разные режимы ваш стабилизатор Блокируя вращение или же наоборот слежение за объектом Вы это сможете увидеть уже в тестах Вот эта часть постоянно вращается, но есть ограничения Вот это есть его предел Теперь поворот Здесь тоже предел Практически на 360 Но есть упор То есть внутренний двигатель Он имеет некоторые ограничения Точно так же и верхняя часть Отсюда дальше не опускается Вот так вот вращается и закрывается К сожалению, в этой модели мне не понравилось То, что здесь нету подстройки по джойстику И я не могу регулировать вверх-вниз съемку Мне приходится, когда он в подвешенном состоянии находится То есть когда он полностью готов к съемке вместе со смартфоном Мне нужно выставить вручную вот таким вот усилием направить, что снимать И только тогда он в этом же состоянии держится То есть грубая сила нужна, чтобы здесь провернуть Также здесь можно выставить, отжав зажим И поменять с горизонтального на вертикальную съемку Тогда вы будете снимать как для инстаграма Или же для... В общем, 16 на 9 только верх ногами Также можно регулировать длину вот этой части Это минимум, это максимум И здесь зафиксировать Но эта регулировка ограничивается вот этим зазором Здесь он обязательно должен быть Если же вы его больше высунете, то он не даст ему и будет ударяться Это будет выдавать некую ошибку Поэтому учтите это при настройке Смартфон к Steadicam подключается через родное приложение ZY Play Нажимаете на него и запускается программа В настройке этой программы выбираете раздел подключения по смартфону И выбираете свою модель Здесь их несколько, потому что программа универсальная Здесь есть вот этот вот белый цвет Наш Smooth 4, четвертая версия И включаем сейчас стабилизатор После подключения включаем сканирование В смартфоне должен быть включен Bluetooth И уже найдена версия Нажимаем подключиться Происходит соединение Все соединение успешно Подтверждаем все разрешения И наша камера запущена Смартфон крепится вот в эти зажимы Они очень плотные По бокам имеется силикон И здесь, и здесь И это не вредит поверхности Смартфон нужно будет, желательно, упирать вот сюда Здесь тоже все выполнено из силикона Максимальный вес смартфона не должен превышать 210 грамм Если он превышает, будет вести себя некорректно И с моей экшн-камерой Xiaomi E, которая гораздо легче Она весит около 70 грамм, по-моему То с ней тоже проблема работать на стедикаме Он как будто бы не ощущал Потому что своего рода здесь должен некий баланс быть Для того, чтобы система могла как-то регулировать Но с камерой GoPro он вроде бы как на картинках изображен и работает Поэтому как быть в моем случае с экшн-камерой, я не знаю Но с телефоном Meizu Note 9 он работает без проблем И родное приложение, кстати, работает на моем смартфоне полностью во всем своем функционале На других моделях производитель заявляет, что с некоторыми смартфонами приложение не во всех режимах может работать Итак, закрепляем смартфон Расширяю и зажимаю Здесь нужно еще быть аккуратно с кнопкой питания В моем случае есть небольшое смещение И до конца он не доходит, чтобы здесь сделать небольшой упор Возможно, вы меня спросите, а какие по размеру сюда подходят смартфоны И я вам отвечу Если смартфон находится в горизонтальном положении, как сейчас у меня То высота его должна быть здесь 8,2 см Или же ширина смартфона 8,2 см Это предел Все, что выше, даже 82,5 см Может уже работать некорректно То есть он сюда просто не встанет Например, мой смартфон Blackview по такой толщине просто сюда не заходит Тоненькие смартфоны, да, заходят А вот такой вот смартфон, противоударный Вряд ли он был предназначен для того, чтобы снимать со стедикама Итак, снимаем с блокировки Запускаем приложение И запускаем Нажимаю кнопку Держу Он перешел в режим съемки Мгновенно Теперь я могу управлять И давайте я поверну вот то, что я вам говорил вручную Я поставил сейчас снимать сверху камеру Теперь я буду вот так вот вращать А он будет снимать в таком состоянии Если же я хочу заблокировать, чтобы сейчас вводил он вместе с моей рукой Я зажимаю джойстик вот здесь сзади И теперь он будет вращаться точно так же, как и моя рука Будто бы он находится действительно смартфон в моей руке Только уже со стабилизацией Если вы хотите управлять более глубокими функциями То советую вам использовать это приложение Если вы не хотите использовать вот эти все кнопки А хотите снимать на родную камеру То вам уже сейчас можно это делать Запустить родное приложение камеры Нажимать все здесь вручную на самом смартфоне Как это вы делали с рук А систему стабилизации предоставит сам стабилизатор Если вы хотите все функции использовать Еще раз говорю здесь Тогда используйте приложение Нажимаем соединиться Ищет Bluetooth Находит его Это нужно делать каждый раз при подключении Он его нашел Простите за верх ногами И нажимаем соединиться Все, картинка здесь Вот я вращаю Но он продолжает следить Я и так держу И так держу А он продолжает здесь следить за столом При этом он еще и может следить за объектом Здесь есть вот эта специальная кнопка Нажимаем на нее И я например выделяю Следить за вот этим кабельком И он начинает за ним следить Я пытаюсь вращать А он следит Но это все примитивно На улице будет здоровски вам показать Вот когда какая-то ошибка Он просто перекидывается Вращается Но потом возвращается Когда вы сами выравниваете рукоятку Если сейчас начать вращать это колесо То будет зум Зум достаточно сильный Но цифровой Теперь покажу вам Что если нажал на эту кнопку Мы переключаем на автофокус Она засветилась синим Она активна Теперь я работаю с автофокусом Здесь у нас уже не автофокус А ручной И вот подношу руку Смарт-часы А фокус не меняется Если вдруг вы видите Что как-то неправильно стоит Вручную Помогите ему выставиться Например Чтобы он следил за горизонтом Потому что он мог При каких-то обстоятельствах сбиться И теперь он уже Начинает снимать Так как вы выставили Вы вращаете А он продолжает держаться При этом картинка Стабильная Здоровски И на улице Будет очень красиво смотреться Нажимаем меню Сверху показан домик В уголку Это значит Что сейчас режим Такой чтобы Снимать какое-то помещение Синим горит Активность Подключения блютуза Можно переключить Галерею Кстати можно быстро Включить кнопку вспышки Центральной кнопкой И как только мы ее нажимаем Включается сразу же Смартфоновская Подсветка Смартфоновская вспышка И это происходит Мгновенно По блютуз Идет полное управление Все остальные значки Которые белые Они не активны В настройках Вы можете включить HDR Таймер Или вспышку Вспышку можно настроить Автоматически Чтобы как только Стало темно Оно автоматически Загоралось Справа в углу Находится заряд Стедикама И заряд самого смартфона В нижней части Находится галерея Которую можно Тапнуть и открыть Здесь находится Слежка за объектом А это Информация Которая на данный момент Отображается По настройкам системы Теперь нажимаем меню Здесь режим Съемка с телефона По умолчанию Панорама Панорама Три на три Замедленно Режим Таймлэпс Есть режим С настройкой По движению И Вертиго Это изменение Автофокуса Плавно с одной точки К другой Интересный режим Который любят В кинематографе Изменение ракурса Или раскадровка Далее управление вспышкой Таймер HDR Регулировка баланса Выбор разрешения У меня поддерживает До 4К И спокойно снимается В хорошем качестве Дальше вы видите Тесты Полностью ручной режим В режимах сцена Мы имеем Обычный режим Ходьба И движение В режимах фильтра Вы можете подобрать Разные заготовки И сразу в этом режиме Снимать И режим полных настроек Это Качество видео Время остановки Панорамы Стабилизация Это Включение стабилизации В вашем телефоне Имеется ввиду И непосредственно Данные вашего Стедикама Когда стедикам Выдал какую-то ошибку Внизу горит Красным цветом Светодиод Для этого необходимо Нажать и выключить его И Теперь опять включить После этого Он начинает уже Корректно работать Ну что ж Теперь отправляемся На геолокацию На улице Проводить тесты Итак Начнем тесты Вот Собственно Можете Выбирать Любой объект Съемки И Производить Все нужные Манипуляции По стабилизации Очень Все хорошо Справляется И Вы не думаете Как это отразится В итоге На Качество съемки Включаю Запись Видео Раз Два Три Четыре Пять Сейчас вы уже видите Картинку С Этого Устройства По моему 720 Пишет Я не выбирал Настройки Сейчас может быть Выберу Вот к примеру Можно выделить Объект Девушку И И Вот Он Уже Будет Пытаться Следить За ней Удерживая Ее При этом Я буду Сам Вращать Он Будет Все равно Держать На ней Объект По поводу Выделения Объекта Давайте Продемонстрирую Вам Вот Выбираем Подключение И Выбираем Объект Слежения Нажимаю Запись Запись Пошла И Я Пытаюсь Идти Сейчас Вы Видите Как Я Это Делаю А Он Следит За Объектом Постоянно И Рядом Вы Видите Какую Картинку Он Записывает Вот Так Он Хорошо Справляется Давайте Продемонстрирую Еще Помимо Тех Более Грубых Тестов Которые Дальше Буду Делать Поездка На Велосипеде Или Еще Что Давайте Продемонстрирую Как В работе Показывать Себя Вот Что Плохо Что Мне Не Нравится Что Он Постоянно Нуждается В ручной Корректировке Куда Нужно Направить Съемку Вот Сейчас Он Держит Стабилизацию Но Снимает Небо Вы Должны Вручную Вот Так Выставить Почему Автор Посчитал Точнее Производитель Посчитал Что Так Будет Правильнее Всего Это Сделать Я Не знаю Почему Но Джойстика Для управления Вверх Вниз Влево Вправо Вы Не имеете Чтобы Отрегулировать Хотя Джойстик Здесь Есть Но Он Больше Напоминает Джойстик Как уже Говорил Для управления Как на Фотоаппарате Теперь Выбираем Меню Заходим В режим Телефон Здесь Выбираем Панорама 180 И посмотрим Что он Будет Делать Все Мы Готовы Я Нажимаю Сфотографировать Сделать Панораму Подтверждаю Так Панорамная Фотография Выбрана Смотрим Что он Будет Делать Он Начинает Делать Снимки Первый Второй При этом Я ничего Не делаю Третий Четвертый Пятый И вижу Что подстраивает Экспозицию Шестой Седьмой По-моему Да Восьмой Девятый Ну Сейчас Вы видите Эту панораму И Как оно Получилось Теперь Теперь Давайте Я выберу В этом же Меню Специальную Функцию Панорама 3х3 Что собой Представляет Данная Программа Нажимаем Подтвердить И выбираем Выбрать Съемку Смотрим Что он Сейчас Сделает Раз 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 Два Три По идее Должен Переключиться На нижний Ряд Это он Более Квадратный Снимок Делает Три Три И Посмотрим Что с этой Позиции Он Сделает Отлично Вручную Это все То же самое Можно делать Без Стедикама Но С ним Интересно Вы просто Поставили его На штатив И он Это делает Самостоятельно Вам даже В руках Не надо Держать Все Он готов К работе Создание Фото И Теперь Выберем Еще один Режим Отличный Снимок Но вижу Что есть Полоски То есть Лучше Со штатива Это делать Выбираем Еще один Режим Режим Замедленно Режим Замедленно Ну На чем Придемонстрируем Давайте Возьмем Какую-то Не знаю Палочку Вот такую Вот На ней Фокус Сейчас взят И я нажимаю Сейчас Так Подтвердить Так И снимаем Оп Стоп И теперь Посмотрим Прямо отсюда Можно запустить И посмотреть Что в итоге Вышло И вы видите Как уже В замедленном Режиме В этом Смартфоне Справлялся Сам Аппарат Ну Принцип Понятен Самый Элементарный Принцип Понятен Выходим В главное Меню Продолжаем Проверку Давайте Просто Пройдусь Запись Пошла И Обычная Тренировка Сейчас Я иду Как и Полагается Как Проверка Стабилизации И Разворот Я сейчас Зажал И прошелся Вот так Вот он Справляется Он бывает Почему-то Вот принимает Такое состояние Когда ты Не можешь Дать ему Команду Повернуться И не Возвращается В нужный Угол Съемки Приходится Просто Перезагружать Почему так Я не знаю Пока тут Снимаем Куча людей Собралась Так Запустили Вот он Так Выравнивается И Покажу Некоторые Функции Которые Доступны Прямо Отсюда Вот так Вот Станем И Вот так Повернем Будет Хорошо И вам И мне Видно Посмотрите Пожалуйста Здесь Есть Колесико Ну Я говорил Что покажу Как оно Работает Если мы Просто Начинаем Его Крутить Он Включает Зум Вот таким Вот способом Конечно же Он цифровой Если ваш Телефон Поддерживает Оптический То вообще Цены ему Нет Но если Вы хотите Пользоваться Автофокусом Тогда вам Нужно Нажать На эту Кнопку Нажимаете Давайте На примере Камеры Это сделаем Вот Сейчас Вы видите Камера Настроилась И Я Делаю Управление Уже Фокусом Размыло Теперь Раз И Настроили Это очень удобно Когда Речь идет О мелких Деталях Вот так Вот Очень четко Справляется Здесь И С легкостью Регулируется Эти Эти два режима Позволяют Управлять Этими Двумя Джойстиками И Здесь Они Меняют Расположение Если Сейчас Я Переключил В П Ф То Он Вращается Куда Я Поворачиваю Если Я Ставлю На Л То Он Держит Одну Точку Если Мне Надо В этом Режиме Быстро Повернуться К этому Месту А он Туда Смотрит Я На Джойстике Нажимаю Вверх И он Поворачивается Если Я Переключаюсь На Режим П Ф То Я Могу Зажав Этот Джойстик Вверх Кнопку Заблокировать Его И он Будет Следить Туда Куда Я Двигаюсь Как Будто Я Держу В руках При Этом Плавность Сохраняется Он По Прежнему Двигается И Выполняет Свою Функцию Теперь Давайте Проверим Езду На Велосипеде Так Включили Запись Поехали Я Повернул И Смотрим Как Он Справляется Вот Плавность Хотя Тут Дороги Как Вы Видите Такие Но При Этом Плавность Очень Хорошо Соблюдается И Я Еду По Сережнейшим Я Тут Сам Подпрыгиваю Но Он Хорошо Справляется Давайте Развернемся Надеюсь Сигнал Не Прерывается По Микрофону Беспроводной Петлички Теперь Давайте Остановим Запись Переключаю На себя Это Мы Делаем Путем Переключения На этой Камеры Теперь Я Продолжаю Включаю Запись Запись Пошла И Еду На Велосипеде И Посмотрим Как Он Себя Ведет При Езде На Велосипеде Как Он Работает Ну То Что Я Преодолеваю Бугарки Он Справляется Со Своей Задачей Очень Хорошо Думаю Что Осталось Проверить Бег Начинаем Включили Бег И Пробежимся Раз Два Три Четыре Пять И Он Отлично Справляется Со Своей Задачей Ну Теперь Будем Подводить Итоги Прежде чем Подведем Итог Хочу Добавить Что Здесь Находится Гнездо Для Зарядки Встроенного Аккумулятора И еще Одно Гнездо Для Прошивки Или же Подключения Смартфона Микро USB Все эти Части Выполнены Из Хорошего Металла И его Вес 562 Грамма А вес Моего Смартфона 168 Грамм Вот так Стэдикам Выглядит Вместе С ножками Осьминожками Забавно Они напоминают Мне Такие Ножки Осьминога Или Щупальцы Но Они Мгновенно Превращаются В Отличный Штатив И Стоит Очень Устойчиво Давайте Сейчас Запустим Нажимаем Кнопку Включения Он Запускается Если Вдруг Он Не Может Поднять Телефон Помогите Ему Чтобы Он Запустил Двигатель После Этого Он Уже Работает Вот Все Снимает И Вы Можете Вращать Или Снимать Панораму Он Это Будет Все Делать Сейчас Я В Настройках Выбрал Режим Панорама И Покажу Как Это Выглядит Сверху Подтверждаю И Смартфон Начинает С этой Заданной Точки Производить Съемку Я Уже К нему Не Имею Никакого Отношения Он Просто Установлен На Штативе Это Лучше Делать Со Штатива Поверьте Мне Потому Потому Что Я Проверял Вроде Как Держу В руках Но Все Равно Швы Были Заметны Когда Он Производит Съемку Со Штатива Очень Без Швов Красивые Снимки После Этого Он Останавливается И Ждет Моей Команды Я Ему Даю Команду Повернуться Снимать То Что Впереди Меня И Куда Бы Вы Не Повернули Он Будет Теперь В ту Соответственно Противоположной Стороны Вот Этого Управления То Есть Поворачиваю Управление Туда Смартфон Пока Смотрит Сюда Повернуться И Он Повернулся Соответственно Противоположной Стороне Этим Элементом Управления Вот Сейчас Я Снял Смартфон И Он Сразу Отключился То Он Перешел В режим Ожидания Потому Что Не Нашел Как Только Я Приподнял Он Находится Он Сопротивляется Прям Таки Чувствую Еще Обнаружил Что Эта Часть Двигателя Самая Подвижная На Стабилизаторе Она Слегка Греется В отличие От Этого Двигателя Или От Этого После Завершения Работы Вы Можете Его Защелкнуть И Здесь Нажать Выключить Все Штатив Фирменный Качественный Нижняя Часть Прорезинена Чтобы Он Не Скользил Здесь Находится Резьба Вид у него Действительно Качественный Выполнен Из Пластика Нету Что Ножки Как-то Самостоятельно Отдергаются Они С Очень Жесткой Фиксацией Благодаря Этому Вы Можете Выставить Любой Угол И Даже Вот Так Вот Выставить Нужную Высоту По Надобности А Вообще Он Желательно Для Устойчивости Должен Находиться В таком Состоянии Ну А Теперь Подведем Итог Чтобы Этим Вот Я Лично Доволен Meizu Note 9 Это Смартфон На Андроиде Поэтому Если Вы Владелец Хорошей Камеры На Смартфоне Тогда Вам Действительно Этот Стабилизатор Нужен Если У вас Смартфон Снимает Очень Плохое Видео То От Того Что Картинка В нем Будет Стабильно Видео Не Станет Лучше Если Вы Это Хорошо Понимаете Это Вы Все Усвоили У У вас Уже Есть Хорошая Камера И Вы Искали Себе Хороший Стабилизатор То Тогда Этот Электронный Стабилизатор Именно Для Вас Ссылку Где Можно Его Купить И С Кэшбэком От Бекет И Покупайте Его С Хорошей Скидкой Спасибо Еще Раз За То Что Уделили Время И Вместе С Нами Познакомились С Этим Стабилизатором Ставьте Лайк За Труды До Встречи Во Вторник Четверг И Субботу Пока